С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. И я, художник Андрей Бартинев, сегодня в образе диска счастья, специально для нашей героини. Анна сделала выбор из своего собственного гардероба. И мы смотрим первый выход Анны. Встречаем ее аплодисментами. Модная беременность! Это мой любимый костюм. Легкий, прозрачный, так нежно ложится на вашу кожу. Да, и я в нем такая кошечка. Правда? Это все видно. А что скажет на это Дмитрий? Да, Дмитрий набычился. Нет, если бы я не был бы Анни мужем, то, может, меня бы это как-то и впечатлило. Но я сейчас рассматриваю то, что, в принципе, она беременна, на таких высоких каблуках не стоит ходить. Ну так, чтобы не упала Анна, просто вы должны рядом все время находиться и подхватить ее вовремя в свои крепкие руки. А ему стыдно. Она убегает. Ну хорошо, про убегающих женщин мы сейчас спросим у певицы Алены Апиной. Алена! Друзья, ну я не могу, ну как, такой любимой, легендарной певицы. И я, Андрей Бартенев из города Норильска, не подарю полярного медведя, сделанного своими собственными руками. Алена! Спасибо. Вот, это вам. Это символ нашей северной дружбы. Спасибо большое. Я про убегающих женщин, наверное, мало чего могу добавить, но про нашу героиню хочется пожелать, чтобы она держала в том же духе. Конечно, травматично ходить на каблуках, тут я согласна с супругом, но во всем остальном в улыбке, в задоре, во внутреннем рок-н-ролле. Вот, гораздо важнее передать ребенку вот эту вот независимость и ощущение радости жизни. Алена, огромное спасибо. Аня, переодевайтесь, пожалуйста. Сразите нас еще раз. Надежда, вам слово. Отрывается она, как будто в последний раз. Потому что, ну а что вы думаете? Вот сейчас она наносит вот это все, а дальше живот, дома, сидеть, рождение и все такое прочее. Поэтому, в принципе, я ее поддерживаю за ее свободу полета. Вот за ее вот такое вот мышление. А почему нет? Она хороша собой. Единственное место и времени никто не отменял, потому что, глядя на откровенно красивую Аню в песочнике, с красивыми ногами на каблуках, я получаю эстетическое удовольствие. Но также понимаю и Диму, потому что до меня доходит потихоньку его мысль о том, что Аня таким образом ходит не у бассейна в Сочи, понимаете, а она ходит таким образом в метро в Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ Эвелина, огромное вам спасибо. И мы с вами ждем второй выход Анны. Он называется «Строгий наряд для работы в мужском коллективе». Обожаю свои наряды. Я в них такая молодая, красивая, сексуальная. И буду все всегда делать для того, чтобы оставаться такой же. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просто знамя развернула перед нами со всеми лозунгами, мы уже все поняли. Ну вот она в таком виде ходит на работу, то есть я считаю, это не повседневная одежда, а... Догадался, Дмитрий. А какая это одежда? Для чего? Я предполагаю, там у них продажи очень падают из-за этого. А я думаю, наоборот. А теперь мы услышим комментарий заслуженной артистки России Алены Апиной. У нас с Надеждой Георгиейной была приблизительно одинаковая реакция на выход. Вау! Вот это строгость. Ну, для работы мне единственное, как бы, смущает, это цирковой низ. Вот такой, да, потому что я боюсь походить в таком. Мне кажется, это, ну, где-то вот ходули, вот такой вот высокий каблук, платформа, это все очень так пограниченно опасно. Все остальное, это настолько прекрасно, что даже и сказать нечего. Мужской коллектив. А как с вами по-другому? Алена, огромное спасибо. Аня, идите переодевайтесь. Ну, я хочу сказать, дорогие дамы, я чувствую, что нам придется не Аню переодевать, а Дмитриевым, чтобы он своим образом соответствовал Ане. Да, она понимает. Конечно, что у нее ноги от ушей, все замечательно, она их еще выше старается делать каблуками. Соглашаюсь, что можно быть в коротком платье и в более удобной обуви, которая никак ее не испортит. Но речь-то идет о другом, что она в этом платье приходит в облегающем, где демонстрирует, так сказать, свой животик, свою расписную спину, и мужики все зыркаются со всех сторон. Понятны опасения Дмитрия? Хорошо ли выглядит, Аня? Отлично. Надо ли ходить в таком виде в офис? Категорически нет. Но здесь есть одна маленькая подробность. Разумеется, тот костюм, который мы видим, к офису не имеет ни малейшего отношения, если не принять во внимание материалы дела. У нас Аня, менеджер в фирме по производству и продаже офисных кресел. Это же застрелится какая скукота, вот она и старается. Посмотрим, как с третьим заданием справилась Анна. Он называется «Успокоить недовольного мужа». Дорогие друзья, все понятно. Сейчас будет здесь эта корида. Да, бой быков. Сейчас Дима бросится на эти красные чулки и на этот вообще диагональный срез. Я не понимаю, почему мой супруг на меня все время ругается, чем ему не нравятся мои одежды. Я стараюсь ему угодить, быть красивой, молодой. И вот, между прочим, по-моему, практически закрытое и длинное платье, да. Нравится, любимый? Ну, по мне слишком много красного. Вот тебе на, опять не так. Я не люблю красный. Ах, вот что. Я сейчас рыдаю просто, потому что я тоже не понимаю, почему такая красота вызывает огорчение у Дмитрия. Дмитрий, вы, наверное, хотите, чтобы рядом с вами сидела такая женщина-тоска, женщина-грузила, женщина-такая, окна-мылощи варила. Ой, любимая. Дмитрий, поверьте мне, ровно через месяц, а может быть через полтора, может быть и меньше, вы захотите повеситься и убежать из этого дома. Вам будет так скучно, вам будет так грустно, у вас не будет ни стимула, у вас не будет искры какой-то и вообще праздника в жизни не будет, понимаете? Если у вас будет другая женщина, не надо ее ломать. Я, конечно, понимаю, Дмитрия, ему очень сложно жить все время на электростанции. И он хочет иногда получить моменты домашнего уюта. Надежда. Да. А что электростанция? Да замечательно просто, понимаете? Скукоты нет никакой. Это что такое? Аня хороша собой, хорошо. Надежда, простите, но есть ли вопрос не о скуке, а о чем-то другом? Ну, я, господи, это о чем-то другом придумывать сам себе. Знаешь, многие женщины в такой ситуации влезают в штаны, в шуровары, в джинсы, в растянутые майки и в полном порядке, тише воды, ниже травы. Она за собой ухаживает, она за собой следит, она хочет быть красивой, тебя будоражит. Потом, Дима, ты должен понять одну простую вещь. Она носит ребенка, твоего ребенка, вашего совместного под сердцем. Какая может быть ревность и недоверие? Ну, знаете, несмотря на то, что это платье более чем призывное и откровенно, вот я на вас смотрю, у меня ощущение такое, что у вас сейчас на подиуме пантомима крика помощи. Она же перед вами и так, и этак, со словами и без слов, а вы все бу-бу-бу-бу-бу-бу. Человек делает все для того, чтобы вы, наконец, восхитились. Это какое терпение, потому что перед нами красивая молодая женщина, которой наверняка нравится мужчинам. Более того, вот я абсолютно уверена, что если бы произошла та ситуация, о которой Алена рассказывает, рядом с вами села бы какая-нибудь тетя в халате, накрутила бы себе бигуди и стала бы варить борщи, неделю через две вы бы завели любовницу, она бы выглядела один в один так вот, как наша Аня. Они это прекрасно понимают, понимаете? Эвелина, супер! Анна, мы вас отправляем в магическую комнату наших стилистов, где вам предложат три новых версии вас самой. А вы скоро увидите, что из этого получится. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Первом канале.